Доброе утро, страна! С новым 2019 годом! Доброе утро! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ол қадамды жасау керек басқалардың сөзіне мән бермейіңіз, әркімнің өз өмірі түсірсін. Қаржыстер өте сәтті шешлет. Мансабыңыз үшінде өте қолайлықын. Малықтар Бүгін жаңа бастамылар үшін өте қолайлықын әсіресе көп тембері өзгерсенгіңіз келіп жүрсе, бұл өзгерстер өміріңіздің қайсыласына қатысты екені маңыз демес. Ең басы бәрін жақсылап ойластыр барып іске кірісіңіз. А мы прослушали астрологический прогноз, дорогие телезрители. И знаете, у меня вот сразу встречный вопрос езбол. Мы вот его каждый день слушаем, но никогда не задавались вопросом. А что же происходит там, наверху? Ну, как не понял? Я имею ввиду про звезды, луну, космос? Да, ну, про загадки космоса. Ну, я имею ввиду про Международную космическую станцию. Это вид с Международной космической станции. Александр Герст – астронавт Европейского космического агентства. Знает, что в космосе можно почувствовать себя очень одиноким. Но в июне он получил особую посылку – робота-помощника, оборудована искусственным интеллектом. Его зовут Симон. Он может работать автономно и использовать ультразвуковые датчики. Если астронавт даст команду, машина должна помогать в космических исследованиях. Герст и его коллеги из 57 экспедиции уже успешно вернулись на Землю на корабле «Союз МС-09». Именно в нем недавно обнаружили дыру, которую, как предполагается, кто-то просверлил. Для посадки на Землю ее экстренно заклеили. Инцидент все же расследуют. Между тем, старт ракеты-носителя «Союз МС-10» с командором Байконур 11 октября завершился аварией. Ракета потеряла стабилизацию из-за нештатного отделения блока «Д». Капсула с космонавтами благополучно катапультировалась. Тогда дублирующий экипаж понял, что нужно проходить дополнительную подготовку. Дублирующий экипаж успешно стартовал 3 декабря. На МКС он проведет полгода. В МКС открываются захватывающие виды на нашу планету. Однако в сентябре бортовые камеры сняли нечто одновременно красивое и пугающее. Это был ураган «Флоренс» за несколько минут до того, как он ударил по побережью Северной Каролины. На борту станции умеет и веселиться. Так в июле Александр Герст участвовал в фестивале электронной музыки, который проходил в Штутгарте. С помощью своего планшета исполнил одну из мелодий. В июне Эндрю Фьюстал и Ричард Арнольд вышли в открытый космос, чтобы установить камеры высокого разрешения для наблюдения за стыковкой прилетающих капсул. В будущем их будут использовать и для кораблей с космическими туристами. Компания SpaceX и Boeing готовятся к испытанию полета своих первых космических капсул. Он намечен на начало следующего года. Первые полеты с экипажем хотят начать с космодрома во Флориде весной или летом 2019 года. Доброе утро! Это только открыл свои глазки. С наступившим 2019 годом, вас, дорогие телезрители! Я, жанна жыл, рыс, неси беге, код береге, толы жыл болсын деймс. Осы жыл текана жақсы армандарыныз, орындалгай деген тілек білдереміс. Асия, енді, дәл қазыр, бізде сенін ен сүйікті айдарна да кезек келген секілді. А я знаю даже какая, это моя любимая рубрика, где собраны все полезные советы. Давайте вместе посмотрим, дорогие телезрители, рубрика «Лайфхак». Біра жыл бұрын бижутерияны арзан және сұрықсыз темір терсектер қатарына жатқызатындыз. Ал қазырғы уақытта бижутерия өндірісі көшір елдамып, сапалы әрі әдемі сәнді әшекей қатарына қосылды. Бижутерияның бір жақсы қалтаға салмақ салмайды. Сонымен қатар түр-түрін таңдай отырып, әркес әр түрлі стилде көрінеуге болады. Қазырғы таңда сұлыларынызары қандай бұйымға алған. Көбінесе бізге жас өзіпреміздер келеді, әшекелерді әр түрлі өзінің қалғамына балансы таңдайды. Қазырғы езде өзі көбінесе ғранат үстіріна әшекелер ұшанға моды да, яғни. Бижутерия сөзі Франциядан келген. Оны жасау үшін қоспалар, пластикалық темірәне, керамика және тағдабасқа бағалы материал деп саналмайтын заттар қолданылады. Сырғалар, алқалар, білезік сақиналар, кобон, брошқа, бұлардың бәрі бижутерия қатарына жатады. Таңдау молд, алайда оны тағып сәнді көріну үшінде ерекше ережелер ұстануға жет. Бижутерия таңдауда мұнаны есте сақтаныз, жүңішке әшекелер жасқыздарға ғана жарысат. Мойын қарналған әшеке таңдағында бірінші, өз мойыныңызға назар салған жөн. Егер мойының жүңішке ұзын болса, домалақ тасты бар, қысқалау алқа тағыңыз. Ал егер мойыныңыз толықтау болса, ва бинелі ерімді кесекеу алқа таңдаған жөн. Как хорошо, что у наших телезрители есть такая возможность посмотреть и немного каждый день узнавать о выдающихся личностей, которые внесли определенный вклад в развитие нашего города. Бүлгендерге түсіну еместеттік, қаланың көшесіне көзін түгіп отырады ауылын елестетіп, түсін бейтін несі бар о жасаған, қалта қысқан, қаражат жолашама, үлдіртпейді ауылын сағын қанын көз жасын сағым жүрді омашыда. Доброе утро! Кто только переключился на наш канал, и кто сидит и пьет горячий чай и кофе, перед экраном с вами программа Райла Тан. И сегодня в студию у нас гости. Конақпен Сухбат Айдарының құрметті миманымен танысып олыңыздар. Көптеген қалқаралық республикалық олысық конкурстарын лауреаты, Ерен Енбегішін медаліның иегері, ғарифула құрманға лифатындағы Батысқылыстан олысық филармониясының әншісі, Марат Сарбупеев мұрза бүгімізде студияда қонақта. Хош келінісі! Көбір Ахмет, қайрылтан! Здравствуйте, Марат! Здравствуйте! Вы у нас такой прям выдающаяся личность города Уральск, да? Западно-казастанской области, лауреат таких конкурсов. Очень приятно, спасибо, что пришли к нам в гости, посетили нашу студию. Как настроение? Я там көрмінгейм. Ну, настроение бодрое, утреннее. К вам приехал очень быстро, на своей машине, никаких пробок не было. Поэтому настроение хорошее. Хайрылтан көрметті 42 арнаның теле көрміндер. Баршаңызға осы бүгінгі күн сәтті болсын. Тамашам. Анахмет, жаңа жылдыға лайықар салыңыз? Оте керемет. Енді жаңа жыл ол әрине Жануяның қасында отбасынық мерам бұласын. Узым Жануямен, балларымен бірге керемет жасып кіздік. Күргі семе. Марат, вы у нас работаете в областной филармонии, да? Подскажите, сколько лет посвятили свою работу именно филармонии? Да, я выпускник Института культуры нашего Западно-Казахстанской области. И с 96-го года, после того, как закончен институт, по предложению ректората, мне предложили остаться работать. Более шести лет я проработал в стенах родного института, и уже в конце 90-х, в начале 2000-х, уже начались мои гастрольные поездки, то есть многочисленные международные конкурсы, приглашения на различные шоу, будь то в Астане, в Алмате. И поэтому творческая деятельность, она немножко мешала моей педагогической деятельности. Я предстал перед выбором, либо уйти полностью в творчество, либо остаться на педагогической карьере. У меня очень много учеников, которых я воспитал. Но так как это друг другу мешало, мне пришлось перевестись в областную филармонию, где более свободный график, и я смог свободно гастролировать по стране. И реализовать свои творческие планы. И вот это около 15 лет я уже работаю в филармонии. Енді жалпы Маратаға, биле, озыңыздын шығармашылық кабілетінізді, жалпы, әнші болам деген, асқа қарманыңызды қашан бастап білдіңіз? Ой, енді Балагизмден, екінші сыныптау қоржугенде, алғашқы рет осы ауылық сақнаға шығып, гитарымен ән айттым. Негізінде, осы музыкаға жалпы, гитара аспапынан мені өреткен Марко Мағам, өкінші көрі өте ерте бұл өмірден өзді, талап есімді Марко Мағам, сол, ең алғашқы ұстазым деп айтогы болады, жалпы, біздің жәнеямызды, менің ағаларым барлығы да, музыка өте жақсы қабілеттер болды, солар мені алғашқы ұстазым деп есіптегі болады. Марат, подскажите, какие у вас есть на сегодняшний день достижения, может, вы еще к чему-то стремитесь? Ну, мое жизненное кредо, мой девиз жизненный – это никогда не останавливаться на достигнутом, всегда быть как бы в строю. Поэтому, ну, очень много, если сейчас перечислять, я думаю, что очень много времени займет, но я самый значимый, наверное, озвучу, да, это, конечно же, республиканский конкурс «Расканат» 98-й год лауреатства. 2001-й год – это впервые из Западного Казахстана я представлял на большой международной сцене Азидаусы. Марат Аға енді өр, сонау бір 2001-2002 жылдарда сіздің атыныз бүкіл ғобылысқа мес, жалпы республикаға танымал олған кез сіз үшін, жалпы сол кездерде бір қатты көріменсізді көріп қалды, енді сонғы жылдары бір көрімбекетің сақнада. Неге дерге болып жатыр? Шармашылыңызға бейді? Қазіргенді сонғы жылдар көптеген жаңа шәкіртерім бар айтынғы жаңа солардың көптеген қалқаралық республикалық конкурс тарға дайындалып жүрім, яғни айтқанда продюсерлік жұмыстарды атқарып жүрім. Енді шәкіртерім елге танымал әншілер қазіргенді әйтәге дедің бұлзамын. Жан Турин, Ибрагим, Дәуренбек, Мирғалиев, 2008 жылы жасқанат сайыстың бірінші орны егері. Сонымен ғатар жас болуын жағы біздің әлшілеріміздің арасында Султан Хайрсапиев көптеген үшілер, солармен мақтанам, жәнте солармен жүмс-сев жүмс. Мұрат, я вижу, у вас здесь гитара. Вы, значит, хорошо играете на гитаре, но это естественно. Может, вы все-таки сыграете на гитаре для наших телезрителей? В절ет, если вы не пусть выручеет, то отыдай什? Мы ваше желание за respiratory гитара. Я еще скажу, что вы получаете детальню? Ваше желание за львэ, которые вы не знаете, что вы не знаете. Я бы хотел исполнить песню, посвятить нашим родителям, хотел бы пожелать им долгих лет жизни, здоровья и здоровья. Всего самого-самого лучшего песня Игоря Саруханова, дорогие мои старики. Постарели мои старики, Незаметно, как это бывает, И уже с чьей-то легкой руки Маму-бабушкой все называют. И все чаще тревожит отец, Хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, Чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, Мы еще, мы еще повоюем. Вам обоим к лесу седина, И морщинки лучами косыми. И я ваши возьму имена, Чтоб назвать ими дочку и сына. И глаза ваши станут светлее, В них огня не задут никому. Ведь внучат любят больше детей, Только я не ревную ничуть. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, Мы еще, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, Мы еще, мы еще повоюем. Постарели мои старики, Незаметно, как это бывает. И уже с чьей-то легкой руки, Маму бабушкой все называют. Достойные аплодисменты. Рахмет Маратага, Таната салысымен, Братаналарымызға арналған, Братанаша тарту болды. Деп есептейміз. Анайтып бергенізге, Сырлы сухбат бергенізге, Алтындай уақытынызды қиып келгенізге, Мында бір алыс айтамыз. Унеріңізге тек табыс тілейміз, Шармашылық шапыт тілейміз сізге. Коп-коп, Рахмет. Спасибо вам большое. Спасибо. Если вы хотите поздравить своих близких с днем рождения или просто передать теплые пожелания жителям города, то вы можете отправлять свои видео на наш официальный сайт www.tdk42.kz либо же обратиться по телефону 933-433 и на внутренний номер 280. А на этом наша программа подошла к концу, дорогие телезрители. Спасибо, что это время провели вместе с нами. Пусть этот год пронесет вам много-много улыбок и удачи. Я оттеген айдеп, біз сіздермен тура ертенге дейін коштасатын боламыз. Жанал жылда ғалғашқы эфирміз, сізге тек көтергі көнілгей сылат деген ойдамыз. Сіздермен эфиртізгінде берге болған Асия Мукашева. И есболтолемыз. А вы не переключайтесь, спереди вас ждет музыкальная открытка. И есболтолемыз. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok